Всем здравствуйте, с вами Хирозен и добро пожаловать на новый ролик по скреп механику. Прошлая часть про Алису вам понравилась и я решил заснять эту рубрику второй раз. На выбор у нас сегодня 4 машины. Lada 2107, Gazelle, BASIC и квадроцикл. Задача Алисы назвать случайное число. То, что она назовет, мы построим. Начинаем. Алиса, назови рандомное число от 1 до 4. Выпало число 2. Итак, она назвала число 2, а под номером 2 у нас, как говорится, благ Газель. Значит, сегодня мы строим Газель. Вот этот чувачок, я на унитазе снова, но сегодня на лифте уже, буду строить Газель. Только вот какую. В общем, выбрал я одну модель. ГАЗ 322-173. Может быть, я вам сейчас картиночку вставлю. В общем, мы его сегодня попробуем построить. Унитаз мы, конечно же, убираем. Сначала делаем и приставляем базу. Так, значит, спереди примерно оставляем мы 2 блока или 3 и цепляем сюда колесики. Сейчас выберем самые подходящие колеса. Выбрал я колесики, выглядят они следующим образом. Переднее колесо у нас будет вот это, а заднее будет вот это. Мне кажется, базу немного подлиннее надо сделать. Сначала сделаем, чтобы у нас поворачивались передние колеса. Сделал я вот такую вот переднюю подвеску. Она абсолютно стандартная. Я не стал ее усложнять, потому что я не умею строить кастомные прям такие подвески, чтобы прям вот как в настоящей машине. Но я думаю, вот это вот тоже пойдет. Задняя подвеска у меня выглядит следующим образом. Я надел по 2 колеса, потому что это у нас газель. Мы это не забываем. Итак, давайте поработаем над внешним видом. Сделаем ее более похожей прям вот на настоящую газель. Сначала сделаем оверлей машины. Мы сделаем ее сначала квадратной, потом уже будем закруглять. Это та же самая тема, которая была с КАМАЗом. Да, выглядит он у нас, конечно, сейчас не очень. Но запомните его таким, ведь я из него сделаю вот прям вообще имбу. Примерно выглядит сейчас теперь это следующим образом. Да, пока что хреново. Но давайте-ка мы посмотрим, что можно сделать с колесными арками. Берем наши любимые волны и прячем все это дело. Трудно это, конечно, пока назвать газелью, но все же я сделал арки колес. Хотя, почему они квадратные, а не круглые под колеса? Что за Майнкрафт получается? Мы еще как-то должны уместить сюда 12 мест, как в оригинале. Хотя, мне кажется, как в оригинале мы не сможем сделать прям один в один. Делаем пол и потихоньку начинаем закруглять. В принципе, пока что я его вот так вот закруглил, но это еще не вся проделанная работа будет. Теперь делаем ему задние двери. Как это сделать? Сейчас я покажу. Мы нацепляем сюда подшипник. На этот подшипник мы нацепливаем блоки. Потом берем из инвентаря контроллер. И этот контроллер куда-нибудь прячем. Потом все это дело просто подсоединяем к подшипнику, который будет открывать нашу дверь. Берем кнопку. И нацепливаем туда, где мы хотим нажимать, чтобы открывалось. И эту кнопку мы нацепливаем на контроллер. Потом идет настройка контроллера. Всегда ставьте около 90 или 75 и ставьте быстро. И сейчас проверим. А, я... Ха-ха-ха. У меня в другую сторону насчет класс. Значит, в другую сторону. Вот так вот сделаем. 90 в красную сторону. Вот, все. Теперь у нас есть дверца. Теперь поработаем над стеклами, над окнами вот этими. Берем стеклянный блок. И у нас должно быть три окошка. Это значит, одно вот такое вот квадратное получается сделаем. И два сделаем, наверное, по три блока примерно. Вот следующим образом это выглядит. Вообще на оригинал не похоже. Ладно, забьем. Так, фургончик у нас уже приобретает внешний вид. Теперь поработаем над салоном. Берем сидушку. Ну и просто ставим. Сделаем еще пассажирские места. Примерно вот так вот это у меня получилось. У меня больше тут не помещается. Теперь поработаем над внешним видом фар. В оригинале там круглые фары. Значит, мы найдем что-то по типу такого же. Скорее всего нацепим такие, которые мы всегда нацепляем. И сделаем что-то по типу радиатора. Сделаем нашей машине что-то по типу номера. Вот так вот следующим образом это выглядит. Теперь сделаем так, чтобы у нас капот передний открывался. Вот, теперь у нас капот открывается. Двигатель я положил вместо контроллеров, а контроллер один передвинул вот сюда. Теперь настройка двигателя я всегда ставлю на 4, чтобы он не слишком быстрый и не слишком медленный был. Вот это так идеальнее будет. Теперь подсоединяем повороты к сидушке. Потом подсоединяем привод. Куда он поехал? Я хочу сделать полный привод. Мне прям вообще это нравится в скреп механике. И протестируем как она едет. Ну она хотя бы едет и на это ей спасибо. Ворачивает отлично, но падает. О! Ничего себе, прям как в GTA переворачиваются. Мы сделали машинку, блин, из GTA что ли? Теперь сделаем двери для захода. Я сделал двери и они в принципе нормально работают, но застревают. Это можно все пофиксить, конечно, палочками, но мне что-то лень. Итак, поработаем над раскраской. А, хотя нет, сначала сделаем, наверное, переднюю часть. Она у нас какая-то странная. Итак, теперь сделаем переднее стекло. Итак, получилось у меня следующим образом. Переднее стекло, конечно, вообще страшное. Но на этом мы, пожалуй, забьем. Давайте мы покрасим этот фургончик в какой цвет. Ему подходит, наверное, белый, прям стандартный. Итак, после покраски он у нас выглядит следующим образом. Я хочу еще добавить одну красную полосу сюда. И одну красную полосу сюда. И у нас получился как бы такой, ну, прям как цвет. Там как у меня персонаж прямо на оформлении. Такая типа маска белая. И вот такая вот красная полоса. Сделаем еще красную полосу тут. Итак, вот такой вот фургончик у нас сегодня получился. Я не знаю, похож он или нет. Сейчас я ставлю фото того фургона, который мы хотели сделать. И который у нас получился. Сравните, я не знаю. Мне кажется, это вообще, вау, глобально не похоже. Давайте им немножечко поуправляем. Ну, он хотя бы едет, это уже радует. Но вот эти колесные арки, конечно, я сделал очень фигово. Хотя, может быть и все нормально. Зато она вот так вот может ехать на двух колесах. Итак, ребята, если вам понравился ролик, обязательно пишите об этом в комментариях. И если хотите подобные серии, я уже нормально буду, надеюсь, строить. Ой, а детальку забыл поставить, смотрите. И так вот, если я нормально буду строить, то у меня уже будет получаться все лучше и лучше. Сейчас у меня получается примерно такое вот. Но хотя бы не пешком. В общем, если вам понравился ролик, всем удачи. Пишите в комментариях. И до скорых встреч. С вами был Хирозен. Пока.